Продолжаем прямые эфиры на Укрлайф ТВ. Руслан Безяев уже у нас в студии. Руслан, здравствуйте, рады вас видеть. Добрый день, Люда, взаимно. Ну, все неожиданно развивается в Украине, впрочем, может, это и ожидаемо, кто знает. Итак, досрочные выборы приближаются. Сегодня первый день избирательной кампании. Кто бы мог подумать, не успел еще, я не знаю, отгреметь победные трубы после инаугурации президента, а уже новая избирательная кампания набирает обороты. Ну, давайте немножко поймем вот расклады накануне новых парламентских выборов. Тем более, что гонка-то будет недолгой, всего лишь там, подумаешь, каких-то пару месяцев. А лето? Что такое лето? Лето же это люди уже не так смотрят телевизор, а уже не так вникают в политические вопросы, не так следят за политической жизнью. Или это все не так? Смотрите, для того, чтобы ответить на ваш вопрос, надо откатить ситуацию немножко назад, на 17 мая. Буквально 17 мая, когда Народный фронт вышел из коалиции, один из моих знакомых говорил мне по телефону, Руслан, я тебе как юрист с красным дипломом говорю, что возможности досрочных выборов близки к нулю. И вот буквально инаугурационная речь 20 мая Владимира Зеленского поломала эту ситуацию. Почему? Тут необходимо понимать, что досрочные выборы, как мы с вами говорили во время прошлого эфира, выгодны двум людям. Это Зеленскому и Порошенко. Остальным крупным внутриполитическим игрокам они не выгодят. По разным причинам. Что же заставило Владимира Зеленского в этой ситуации принять именно такое решение? Два фактора. Фактор внешний и фактор внутренний. Фактор внешний. По данным ряда экспертов, ключевую роль в этом вопросе сыграла позиция Европейского Союза. А можно об этом поподробнее? Можно. Все дело в том, что для Европейского Союза, как и для администрации Трампа на данном политическом витке, Украина играет важную роль. Почему? Давайте посмотрим на ситуацию со высоты птичьего полета. Что мы сейчас наблюдаем? Мы сейчас наблюдаем фактически эскалацию американо-европейского конфликта. Что делают Соединенные Штаты Америки? Они фактически открытым текстом угрожают Европе санкциями по Северному потоку-2. Германия официально говорит, что видали мы ваши санкции на березе. Это означает, что конфликт уже входит в острую стадию. Давайте вспомним перипетии визита государственного секретаря США Пампея к Путину. О чем они могли говорить? Они могли говорить о том, какие с точки соприкосновения. И они известны. И они известны. То есть есть публичные, есть малопубличные. То есть фактически сейчас для администрации Дональда Трампа крайне важно, чтобы Россия не играла с Европой на одном поле. Последний год мы наблюдаем медленное, но уверенное сближение Европейского Союза, России и Китая. Почему мы уже с вами неоднократно говорили об этом? Общеэкономические и геополитические интересы. Знаете, все же союзы в мировой геополитике, они строятся по одному простому принципу. Против кого будем дружить? В данном случае есть конкретный, четкий образ конкурента. Можно понять и Дональда Трампа. На данном этапе Европейский Союз, это с Великобританией первая экономика мира, без Великобритании вторая экономика мира. Именно конкуренция с Евросоюзом заставляет Дональда Трампа обострять отношения с Россией и с Европейским Союзом. Что необходимо в этой ситуации Европейскому Союзу? Европейскому Союзу в этой ситуации необходимо как минимум заморозка конфликта на Украине. Для того, чтобы снять режим взаимных санкций, контрсанкций с Россией, достроить северный поток и получить в лице России как минимум благожелательного нейтрала. А еще лучше союзника. В борьбе с Соединенным Штатами? Совершенно верно. Мог ли решить эту задачу Петр Алексеевич Порошенко? Конечно нет. Может ли решить эту задачу Зеленский? Может. Но для этого ему нужны инструменты. В первую очередь кабинет министров и коалиции, которая формирует в нашей парламентско-президентской республике вертикаль власти. Как мы с вами понимаем, даже губернатора президент не может назначить без согласования с Кабминой. И пока у Зеленского такой большой рейтинг, ему необходимо как можно побыстрее перегрузить Верховную Раду. Ну и администрация Трампа не собирается отставать от Владимира Александровича, что мы видели по ряду заявлений главное действие Курта Волкера. Давайте остановимся, давайте на этом оставимся интересным. Раз уж вспомнили Европейский Союз, давайте вспомним. Вы сейчас о Джулиане говорите или о чем? Джулиане это вершина азберга. Во-первых, администрации Трампа крайне необходимо получить реальные факты вмешательства администрации Порошенко в американские выборы, так называемый Байден-Гейт. Именно поэтому мы наблюдаем интересные заявления, в том числе и Джулиане. Ну, надо понимать, кто такой Джулиане. Джулиане это личный адвокат Трампа. Стал он личным адвокатом Трампа после такого очень досконального изучения его бизнес и политической биографии. Для него, как для бывшего мэра Нью-Йорка и вообще одного из самых известных юристов Соединенных Штатов, такое понятие, как право, это не пустой звук. Знаете, у нас право как бы регулируется решениями Печерского суда, а у них немножко все по-другому. Не говорю, хорошо или плохо, но по-другому. Поэтому, безусловно, Джулиане это значимая фигура в администрации Трампа. И он может озвучивать то, что думают в администрации Трампа, но не могут сказать. По ряду причин, потому что это может быть расценено как вмешательство Соединенных Штатов Америки во внутренние дела Украины, публичное. А публично себе Соединенные Штаты такого позволить не могут. Ну, шериф должен соблюдать правила игры, даже по отношению к аборигенам. Исходя из этого, у Зеленского получается очень интересная растяжка. Но пока что ситуативно и по развитию ситуации ему ближе позиция Евросоюза. В конце концов, а что может не дать Евросоюз денег? Так в Евросоюзе почти триллион евро лежит, так себе болтыхается. В Украине сколько надо в год? 4 миллиарда, 14, 15, какая разница? Евросоюз в Грецию вкинул 250 миллиардов долларов. Знаете, этот чемодан без ручки. Ничего, это неплохо себя чувствует. Не подняли цены на газ для населения в Германии из-за этого. Поняв эту ситуацию, мы понимаем, почему Зеленский, получив такую мощную поддержку, пошел вперед. При этом, насколько я понимаю, после этого решения Народный фронт как партия превращается в гальванизированный политический труп. Потому что они сыграли против. Они пытались поставить заслонку. Надеясь, что эта заслонка станет стопроцентной гарантией для непроведения досрочных парламентских выборов. Ну, им понятно, что терять есть. И не только. Давайте возьмем рейтинг партий, которые сейчас находятся в Верховной Раде. Мимо касса идут «Самопомич», «Воля народа», «Ведроджини», «50-50 Лешко» очень «50-50». Он сильно подсел за последний год. Народный фронт втрай на секундочку. Учисленности фракции Верховной Раде уходит в политическое небытие. Патя, там что ребрендинг, что не ребрендинг? Какой может быть следующая Рада, которая, скажем так, может быть уже в конце июля? Ну, по крайней мере, раскладывается. А вы уверены, что она будет в конце июля? Ну, я уверена, что, по крайней мере, какие-то голоса тоже сможем посчитать в конце июля? Нет? Хотя приблизительно. Уже экзит полы что-то скажут. Я не люблю, как бы, считать шкуру неубитого медведя. Почему я так думаю? Подождите. Да, вы что думаете, что не будет выборов, да, СБА? Понимаете, остановить выборы сейчас практически невозможно. То есть, те инструменты, которые существуют, они вряд ли позволят остановить досрочные парламентские выборы. Поэтому, ну, для этого надо как минимум две трети голосов Верховной Рады. А как мы понимаем, решение Конституционного суда остановить выборы не сможет. Но вот оттянуть вполне возможно. Поэтому, мне кажется, исходя из логики обстоятельств, что, скорее всего, ни 21-го, ни 28-го числа выборы не пройдут. Но это вот по ситуации на сейчас. Вы же видите, как она динамично развивается. А когда тогда они пройдут? Когда к этому будут все готовы. То есть, вовремя, иными словами? Я думаю, что где-то конец августа, начало сентября это то время, когда основные игроки успеют подготовиться. Вы понимаете, выборы это же инструмент, который должен решить задачу. То есть, Зеленскому надо получить максимально большую фракцию. Но это целый комплекс вопросов. Как мы понимаем, выборы будут проходить по старой системе. Ну, по крайней мере, на сегодня так выглядит. Да, на сегодня это выглядит так. Возможны варианты с все-таки опусканием проходного барьера, потому что это тоже очень многим выгодно. Начнем с партии голос Вакарчука. При 5% там не все так ярко. А вот при 4% уже о чем-то можно говорить. И вот второй момент. Ну, как мы понимаем, с вами все-таки голосуют люди. У нас, как правило, с начала и до конца августа, начало сентября, когда заканчивается отпускание. Я же поэтому говорю, что лето это очень интересное. Абсолютно право. То есть, идет, знаете, очень такая интересная, хитрая игра, называется «Все против всех». В войне «Все против всех» выигрывает тот, у кого больше горизонт планирования. Вот что сейчас все делают основные политические игроки. Начинают раскрываться. Что вы имеете в виду? Формирование списков, формирование позиций по избирательному закону. То есть, готовятся к выборам? Готовятся, да. То есть, идет, так сказать, нулевой цикл подготовки к выборам. Но мы понимаем, что в 60 или даже в 45 дней это смогут сделать буквально единицы. Все же еще как бы мыслят старыми категориями, категориями старой эпохи. Надо там развернуться 60 дней, штабы, пола, вкладки, бигборды, телевизор, заказать радио. Но учитывая мажоритарку, то, конечно, нужно, если… Мажоритарщикам чуть попроще, потому что они этот расклад приблизительно понимали и начинали работать на округах еще с конца прошлого года. И вот некоторые вот буквально месяц-полтора назад уже активно включились в избирательную кампанию. Именно в мажоритарке. То есть, они прекрасно понимают, вы же понимаете, что мажоритарка – это в том числе инвестиции. Инвестиции немаленькие. И люди просто так, такие деньги тратить не будут. Если у них нет уверенности, что, а, выборы состоятся, б, выборы будут в том числе по смешанной системе, и, в, что у них есть какие-то определенные шансы на этом конкретном избирательном округе победить. А сколько вот для мажоритарщиков в среднем? Здесь какая-то цифра, чтобы вот все-таки… Ну, я вот не хочу, знаете, куча легенд, там, сколько нужно денег вот заносить в партию и так далее. Это куча легенд об этом. Ну, а вот просто, если посмотреть прагматично, вот сколько нужно человеку, чтобы… кандидату в депутаты, чтобы стать депутатом Верховного Совета. Вот просто, и даже исходя из прагматической, зарегистрироваться, сделать какие-то листовки. Уже не для того, чтобы там покупать голоса, не об этом речь, а просто вот, чтобы провести какую-то… Ситуации в конкретном политическом цикле на конкретном округе. Ну, можно быть, знаете, как Казак Гаврилюк и просто как бы на вот это все пение… На популярность. Да, на пене вот это все и залететь. Но если говорить о системной работе в тяжелых регионах, то да, это денежно-емка, очень денежно-емка. Я тоже не хочу озвучивать цифры, хотя я их слышал, естественно, понимаю, какой порядок цифр. Ну, там очень серьезные цифры в иностранной валюте. То есть, учителя и врачи вряд ли могут рассчитывать… Если они идут в партийных списках, если партия получает… Если они идут по мажоритарке, по мажоритарке, ну, очень тяжело, но технологически очень тяжело. Да, это будет возможно в свете новых технологий, знаете, вот это диджитал политически, это будет дешевле, но все равно. Вот как ни крути, расходы есть, потому что любая компания – это активисты, которые работают за билет в социальный лифт, но и профессионалы, то есть юристы, политтехнологи, экономисты, пиарщики. Это все достаточно высокооплачиваемая должность. И там хочешь, не хочешь, надо платить. Поэтому действительно, как бы, это очень денежно-емкий процесс, и не будут наши люди, как бы, вот просто так разбрасываться этими деньгами. Ну, давайте о следующей конфигурации, о конфигурации в следующей Верховной Раде. Как Вы считаете, сколько процентов вот может набрать партии? Вот сейчас там «Слуга народу» где-то в районе 40. Сохранит, сбережет, нарастит. Вот сейчас уже началось открытое противостояние Зеленского, команды Зеленского с парламентом, когда было сделано заявление, что мы не будем больше продавать законопроекты. Это не противостояние Зеленского с парламентом, извините, что я сперебью, это противостояние просто двух эпох политических. Это все. То есть очень мало политика в Верховной Раде это поняли. Буквально единицы можно на пальцах одной руки пересчитать. В чем Вы видите противостояние эпох? Вот внесение законопроекта в Верховную Раду, в старую, в старую или в новую, это очень обычный политический процесс. Да, то есть Вы еще понимаете, клоуны остались. То есть только 17, 20, 21 мая мы, оказывается, узнали, что надо работать по регламенту. Раньше как работали. Но если не работают по регламенту, значит работают, наверное, по договорнякам. Вы же понимаете, какая глупая ситуация получилась, что ребята сами себя в торбу загнали. Постоянно договариваясь, постоянно игнорируя законы и регламент, не отдавая позиции ни одного комитета, это первая Верховная Рада, в которой у оппозиции нет вообще ни одного комитета, ни регламентного, ни свобода слова, ни бюджетного. Понимаете? Вот раньше, вот возьмите, да, вот люди в оппозиции, да, вот оппозиция, например, ну, там, десять лет назад ситуацию откатим, или пятнадцать, да, всегда оппозиция имела это комитет, и это воспринималось как нормально. Это подразумевалось, да, по умолчанию. Эти же ребята решили поиграть в свою игру, и серьезно дали в штангу, а теперь штанга начинает их догонять. И они сидят с красными лицами, потому что понимают, что у них теперь только золотые унитазы останутся, и память о том, знаете, бойцы вспоминали минувшие дни и битвы, что вместе продули они. Вот поэтому они боятся, они не понимают этих правил, им проще играть в своих договорняках. Знаете, просто сели там, попилили бюджет, когда по-честному, когда по справедливости, и разошлись, как море трактора. А все, эта эпоха закончилась. Именно поэтому они пугаются, именно поэтому они вставляют постоянно рельсы в колеса. А какая эпоха пришла? Ну, в Украине успешных людей. Понимаете, я, по моему субъективному мнению, теперь на первый план выходит не мова, не вышиванка, не Путин АПД, а успешность. Возможность развиваться, возможность отвечать за результат. У нас же, понимаете, у нас же порядок. А почему вы думаете, что эта эпоха пришла? Просто интересно. Нет, я бы очень хотела, чтобы эта эпоха пришла. А потому что другого выхода нет. Понимаете, они вынуждены будут перестраиваться не потому, что они этого хотят. Им проще постоянно менять Мазепинку на косоворотку. Они не выживут по-другому. Не выживут. И Украины как государство не будут. А кому они будут там нужны со своими миллиардами? Кем они там будут в Нью-Йорке? Помните знаменитую песню Шефутинского? А сейчас ты кто-то просто бедный фабрикант? А Ксюма там, мы были дома. Понимаете? Вот это заставляет. Вот это, понимаете, холодное дыхание эпохи, которое пошло в мире. Трамп, Балсонару и так далее. Оно заставляет их принимать эти решения. Зеленский это просто как бы вот фиксация этого факта. Поэтому мы идем дальше. Но кризис никуда не делся. Каким будет все-таки давайте по раскладам? Потому что от того, какой будет новая Верховная Рада, зависит и состав коалиции, зависит возможность формирования эффективного правительства, или просто правительства. Зависит от того, как устойчиво будет чувствовать себя президент Владимир Зеленский и так далее. Президент будет себя чувствовать в ближайшем, я думаю, полгода достаточно неустойчиво, потому что ему надо балансировать между разными центрами силы и наконец-то стать президентом. Это мне чем-то напоминает эпоху раннего Путина в России, который там между семьей, такой, да. Ну напоминает, но это не аналогия, просто напоминает, знаете. Что касается Верховной Рады. Безусловно, Зеленский наберет достаточное количество голосов. Точный расклад вам может дать только Олег Пономарий. Я могу предположить, что где-то он наберет процентов 25 точно. Идем дальше, значит. То есть не 40. Смотрите, что такое 40 по пропорционалке. Это же пропорционалка 225 депутатов у нас. Пропорционалка 225 депутатов мажоритарка. То есть 40 по пропорционалке в реальном количестве голосов это приблизительно 80. Плюс мажоритарка он тоже, я думаю, возьмет. Идем дальше. Что мы скорее всего будут идти мощные объединительные процессы. Вы думаете, все-таки начнут объединяться Ахмедов с Бойко? Я думаю, да, все объединятся. Я думаю, объединятся все просто. Вы думаете или у вас есть инсайд? Потому что многие мне говорили, что даже люди, которые были близки вот к регионалам, говорили, что никогда уже теперь снова. Знаете, в нашей политике отсутствует такое слово никогда. Политика, она предполагает забвение ваших терминов. Политика это четкое соотношение баланса силы. Хорошо. То есть логика обстоятельств просто подталкивает к тому, чтобы произошло объединение. Почему? Потому что там действуют сейчас два электоральных поля. Условно пророссийское и условно адекватники нейтралы. Вот совокупная, скажем, мощность этого поля приблизительно процентов 30. Ну, если верить социологии 18-го части 19-го года, то есть посмотрите, как люди отвечают на вопрос ЕС, НАТО, ТС и так далее. Но для того, чтобы полностью это поле охватить, по крайней мере большую часть, потому что на какой-то все равно останется Зеленский, им необходимо просто объединиться. Это логика развития ситуации, как бы под которую, естественно, можно подвести какие-то инсайды. Я инсайдами заниматься не буду, не скажу, что я ничего не слышал. Скажу так, что как бы я просто это вижу из логики, этот процесс он начался, условно говоря, ни вчера, ни сегодня. Принято. И у них какие перспективы в новом парламенте? Процентов 20 взять могут. Ого. Ого. Да. За счет юго-востока? Юго-восток, центр, да. Да даже и в той же Львовской области, и в Тернопольской. Возьмите там, скажем, электральную карту того же Луцка. Ну, там не совсем все так плохо. Хорошо, но не совсем. Идем дальше, скажем, БПП. Нет повести печальнее на свете, чем повести Петре Алексеевичу, проигравшим выбор. Ну, пока рейтинги об этом не говорят. Понимаете, ну, как бы есть, знаете, рейтинги, а есть реальное развитие ситуации. То есть, как мы понимаем, БПП как партия держалась на административном ресурсе, в парахоботах и социальных инициативах, назовем это так. Что из этих инструментов осталось у Петра Алексеевича? Пока что остались только часть медиаресурсов с парахоботами. Административный ресурс скоро будет помножен на ноль. Партийные на местах осередки, они в основном виртуальны. Социальные инициативы, ну, сами понимаете. Поэтому рейтинг Петра Алексеевича будет падать. Во-первых, по этой причине. Во-вторых, потому что на этом поле, назовем его, условно, Армавира 2 и 0. Говорят, еще и политические игроки. Говорят, Вакарчук. Говорят, Гриценко. Успеет он каким-то образом раскрутиться за два месяца, если представим, просто представим на секунду, мы уже поняли, что вы сомневаетесь, что выборы могут быть 21. Но, тем не менее, если представим, представим, что вдруг 21 июля. Теоретически, знаете, я еще не знаю ни одного мешка денег, который выиграл бы Лигу чемпионов, как когда-то говорил Йохан Кроев. Очень сложно. Даже в новой ситуации очень сложно. Почему? Потому что, ну, партия, это все-таки не президентские выборы. Да, выборы в парламент, они все-таки более структурированы. Надо иметь команду, надо иметь как бы людей на местах. Очень многое, чего надо иметь. Вот это надо-надо-надо предполагает эффект времени. Даже девять женщин за месяц не родят ребенка. Это, кстати, может быть одной из причин, почему Вакарчук не договорится с Петром Алексеевичем. Потому что Петру Алексеевичу как можно раньше, вот Вакарчуку чем позже, тем лучше. Ну, поочевидному, да. Поэтому перспективы Вакарчука пока достаточно туманны. Возвращаясь к вопросу БПП пока все хорошо, да. 11 апреля 1912 года на «Титанике» все хорошо играет оркестр. «Таник» плывет. Вот куда он приплывет, мы все понимаем. Я пока сомневаюсь, что Петр Алексеевич, хотя я, в принципе, насколько я так слышал, как вы называете этот термин «Инсайт», что он хочет где-то там 55 депутатов провести. Мне кажется, это немножко завышенное ожидание. Самому Петру Алексеевичу желательно попасть в Верховную Раду. Потому что вы видите, какой злой шериф по поводу Байден-Гейта, как он намекает, что ему нужен скальп. Поэтому Петру Алексеевичу желательно зайти в Верховную Раду и не покидать территорию Украины. В скальпах он пока не Петра Алексеевича намекает, как ни странно. Пока берутся нижние исполнители. А других скальпах, да? Мы же понимаем, что все эти товарищи, они же как бы мимо Петра Алексеевича не могли пойти. У нас же Петр Алексеевич был кем? Президентом, премьер-министром, генеральным прокурором, главой Нацбанка, министром иностранных дел и патриарх. Если это понимаем мы с вами, как вы думаете, это не понимают в Америке? Не, ну я конечно понимаю, что вы намекаете на фразу покойного, задорного, ну а американцы, ну и тупые. Но не совсем такие тупые, как нам иногда кажется. Все они прекрасно понимают. Поэтому у Петра Алексеевича it's problem. Дальше идем. Дальше идем. Батькищина. Тимошенко одна из немногих, кто успела перестроиться. Но ее результат будет зависеть от того, насколько она сможет донести свои мысли на новом языке. Знаете, языке диджитал эпохи. Вот все, кто, я иногда там спорю, но я к Тимошенко отношусь достаточно, да. То есть я, я говорю, вы новый курс читали? Вот я напрямую читал все документы перед... Я говорю, так о чем мы спорим? То есть есть инновационная экономика, да, есть парламентская модель понятная. Но никто об этом не знает, иными словами вы хотите сказать? Понимаете, все воспринимают через призму политики. Знаете, вот эпоха постмодернизма в политике, да, это когда вот образ управляет политикой. Вы же помните, сколько сил и денег потратили Виктор Федорович и прочие товарищи на то, чтобы сделать из Тимошенко абсолютное злое. Вот это вот как бы вот этот момент, он влияет. Ну, я думаю, что люди все же видят, да. Поэтому Тимошенко может взять как бы достаточный процент, но еще раз говорю, все будет зависеть от того, как они будут работать, какие уроки они извлекут из президентской кампании. Потому что вот это дублирование Армавира, это путь в никуда. Это свое, это свое же электоральное ядро, там где-то 10, там 11, 12, 13 процентов. Если Тимошенко это сделает, то она может быть одним из модераторов будущей коалиции. Лешко, ну, у нас уже как бы, понимаете, ниша просто клоуна, он уже давным-давно занят. Поэтому перспектива не очень, чтобы очень. Самопомощь, как говорят наши западные соседы, Давидзеня, Ведродженя, но они сейчас новый проект делают на базе мэров. Ага, на базе мэров, интересно. Да, то есть Кернес, Труханов, как бы Ружгород, там определенные перспективы есть, но, скажем так, им надо откусить кусок на условном бело-голубом поле. Вот, да, они же там будут пастись. Да, то есть там на мажоритарке они могут взять, но по партийному списку ситуация достаточно сложная. Могут взять, а могут не взять. Тут все зависит от того, с какой программы они выйдут и насколько она будет конкурентоспособна по отношению к ключевым игрокам на этом поле. Смогут ли они предложить конкурентоспособные идеи и форму их реализации. Ну, давайте попробуем спрогнозировать, какими будут ближайшие, ну скажем, дни до выборов. Ождаете ли вы какую-то такую жестокую избирательную кампанию, где, как вы уже сказали, все против всех, включится там телевидение традиционное. Ну и все. Или все-таки, учитывая летний характер компании, то уже как-то так пропетляем немножко в другом стиле? Мне кажется, сейчас на первом месте будет вопрос функционирования кабинета министров. То есть кабинет министров у нас сейчас в зависшем состоянии. Ну, а что ему мешает сейчас работать? Ну, ИО остается там? Ну, вы понимаете, как бы вот даже ситуация вокруг МВФ показала, что не все так однозначно. То есть кабинет нужен хотя бы для этого. Второй момент на выборах все-таки деньги выделяет кабинет. Так, на секундочку. Но мы же его все равно уже переформатировать-то не сможем. Это же уже очевидно. Ну, мы имеется в виду правящая коалиция. Да, мы с вами точно не сможем его переформатировать людьми. Коалиции-то нет, и вряд ли она соберется под какое-то создание, под какого-то нового правительства. Вы понимаете, вопрос функционирования кабина, вы правильно совершенно выстроили логическую цепочку, говорит о том, что в какой-то форме Верховная Рада должна отреагировать на этот вызов. Возможно, переформатированием коалиции кабина, о чем говорила Тимошенко. Возможно, каким-то другим способом, но обязаны отреагировать, потому что есть масса вопросов, даже текущих, которые все-таки требуют как бы жесткой руки. А когда ты находишься в статусе ООН, в нашей стране может спокойно себя чувствовать только Ульяна Супрун. Понимаете, потому что ей здоровье украинцев по барабану. А вот все остальные вопросы, возьмите как бы ситуацию в социальных выплатах. Вы же видите, какие там дыры, как бы даже по малообеспеченным, по декретным, по всему прочему. Вот эти все вопросы, они требуют реакции. Потом, 1 июля Россия вводит эмбарго на нефть. Нужна адекватная реакция. Ну да, серьезно. В статусе ООН в такой ситуации это большие вызовы для страны и большие риски. И вы считаете, что возможно создать новое правительство? Я считаю, что переформатирование Кабмина было бы логично в этой ситуации с точки зрения интереса в Украине. А вот что они там себе надумают? Это другой вопрос. Это уже второй вопрос, да, будем посмотреть. А вот интересно с назначениями, которые должен осуществить Владимир Зеленский, потому что ведь ему нужно назначить, мы знаем, министра обороны, ну посмотрим, может это останется, да, министра иностранных дел, генерального прокурора и так далее. Вот это же вообще тут очень интересно. И вот когда вчера прозвучала фраза, что президент не будет больше вносить законопроекты в эту Верховную Раду, означает ли это, что он не будет и поддавать на утверждение своих людей? Потому что ведь, ну, чтобы назначить этих министров, нужно благословить. Ну, из этого заявления, да, логично, что как бы многие будут тоже в статусе его. Но я хочу сказать, что возможно это поле для переговоров. То есть Владимир Александрович начинает, знаете, догонять Верховную Раду. Я с большим удовольствием смотрел на эти красные лица, на эти наших еще вчерашних шановных керманыч, а сегодня политических чингачгуков. Поэтому, да, президенту необходимо, что как бы, сформировать свою вертикаль. Это министр иностранных дел. Скорее всего, пристайка, потому что… Ну, пристайка уже назначили в администрацию президента же. Возможно, еще как бы пристайка все-таки сместится в сторону министра иностранных дел. Возможно, нет. Возможно, это будет человек с курсом пристайка. То есть, понятно, внешнеполитический курс на ЕС и НАТО не будет претерпевать изменений. Значит, мы можем говорить, что это будет какой-то коллективный пристайк. Генеральный прокурор, ну вы заметили, что Юрий Витальевич никуда не собираю. Я никуда не пойду. Я в армию не пойду, потому что я там никого не знаю. Юрий Витальевич молчит, и мы понимаем, почему Юрий Витальевич молчит. Потому что тому же коллективному Джулиане, как его называете, для раскрутки Байден-Гейда очень необходимо, чтобы пока Юрий Витальевич оставался на своем месте. Но я думаю, в стратегическом плане он покинет свой пост. Что же касается ситуации в службе безопасности, пока непонятно. Пока назначен только первый зам, но это очень специфическая структура, поэтому, скорее всего, необходимо все-таки руководить. Кто у нас еще остался по квотам президента? Ну, министр обороны, похоже, остается. Глава Нацбанка? Глава Нацбанка сказал, никуда уходить не собирается. Ну, куда ему спешить? Да, то есть глава Нацбанка, министр обороны. Я думаю, что, скорее всего, полтора-ка поменяют. Скорее всего. Хотя в нынешней ситуации, когда назначен новый начальник генерального штаба, вы же помните, что согласно стандартам НАТО, может быть и гражданским министром обороны, то есть могут назначить даже условного Юрия Абутусова. Или вас, к примеру. Все равно, как бы, непосредственно оперативное руководство будет осуществлять начальник генштаба. Начальник генштаба? Значена первая фраза у него в дело. Надо наводить порядок в армии. Представляете, аж у нас 5 лет было. Тоже наводили порядок? Он хочет еще лучше порядок наводить. Ну, все правильно, а что же он правильно все говорит? Ситуация доходит до абсурда. Да, украинские ВПК разрабатывают новейшую 125-мм танковую пушку. На замену, вот еще там, старая советская, 2А42. Маленький несущественный нюанс заключается, что у нас нет производства снарядов. Понимаете, у них так все было. Вот этих, понимаете, циничных бандер у них так все было. То есть, разрабатываем оперативно-тактические ракеты, а двигатели старые с России получаем для них. И прочее, 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 прочее. То есть, да, действительно, в армии масса проблем. Масса просто проблем. И чем больше они будут вскрываться, тем больше будут вопросы к Петру Алексеевичу, а где же, как бы, Армавир это твой? Ткнул чуть-чуть, проблема, ткнул чуть-чуть, проблема. Я не завидую Зеленскому. Даже в формате его нынешних полномочий. Ну, все-таки, считаете ли Вы, что компания будет избирательная горячая или все? Очень горячая. Самая горячая в истории Украины. То есть, по-настоящему схлестнуться? Да, по-взрослому. По-взрослому. Руслан Безяев будет сегодня у нас в прямом эфире, за что мы очень вам, Руслан, благодарны. Спасибо вам огромное. Но вот то, что схлестнуться по-взрослому, то уже будем, наверное, в следующий раз теперь с Русланом тоже обсуждать. Да, мы еще с Вами один вопрос не зацепили, обязательно его в следующий раз зацепим. Какой? Филарет. Давайте все-таки зацепим этот вопрос, это очень хороший вопрос, потому что неожиданно Филарет сделал такие достаточно яркие заявления и вызвал неоднозначную реакцию в обществе. Хотя сразу выделились те, кто очень за и очень против, но очень за тоже был немаленький процент людей. Смотрите, давайте посмотрим на ситуацию с высоты птичьего полета. Так, теологическая ситуация на Украине. Есть интересы внешнеполитических игроков, есть интересы внутренние. Начнем с интересов внешнеполитических игроков. Что необходимо Госдепу? Госдепу необходимо, чтобы православие сейчас пошло по пути расколы. Мы ситуацию не только на Украине можем наблюдать. Например, Северная Македония. Плюс-минус ситуация одинаковая. Что необходимо в Варфоломее? В Варфоломее необходимо расширить зону своего влияния. Понятно. Потому что, знаете, мало быть первым, надо еще иметь инструменты, чтобы подтверждать свое лидерство. Естественно, ему необходимо здесь территорию. Но управляемую. Что необходимо России, мы тоже прекрасно понимаем. Как минимум оставить статус-кл. Берем контур внутренний. Такой патриарх Филарет. Это человек, который при Советском Союзе чувствовал себя достаточно неплохо. Но орденом Трудового Красного Знамени просто так не награждает. Тем более в Советском Союзе. А возьмите его иконостас про независимую Украину. Знаете, немногие политики и военные могут похвастаться. Герой Украины, полный кавалер ордена Ярослава Мудрого и так далее, и так далее, и так далее. Он чувствовал себя хорошо при любом президенте. Леонида Макаровича, Петра Алексеевича. Почему? Что такое Киевский Патриархат? Сейчас он выполняет, вернее, выполнял ту же функцию, которую когда-то при СССР выполняла 5-й отдел ЦК КПБ, идеология. То есть фактически Киевский Патриархат заменил собой высшую коммунистическую идеологию. Попытался, по крайней мере. Это был один из фундаментов, на котором строилось развитие всей этой ситуации в независимой Украине. Именно поэтому Киевский, именно поэтому Патриархат, статусность. Что произошло в результате форталей Петра Алексеевича? В результате форталей Петра Алексеевича Киевский Патриархат прекращает свое существование. Да, он был не признан, но он был, да, то есть это структура. Это может кому-то нравится, так кому-то нравится, но он есть, он существовал. Он был де-факто признан государством. Теперь в результате всех этих китков по кругу, знаете, там они сейчас выясняют, кто кого кинул. Что мы имеем по факту? Первое. Киевского Патриархата нет. Второе. Метрополия с самым низким статусом в православном мире. Никем не признанная. Не имеет права даже варить свою миру. На этом фоне ПЦ имеет гораздо большую митрополию и право говорить о том, что, ребята, мы-то статусом повыше. Это вы, непонятно кто. И прочее, прочее, прочее всех желающих разобраться в этом теме, чтобы меня опять тут некоторые читатели не обвиняли в работе на всякие там башни. Я рекомендую взять декабрьское интервью владыки Черкасского и Каневского Сафрония и прочитать. Все расписано по пункту. Таким образом, эта игра категорически не устраивает часть внутренних элит. Филарет, он же сам не по себе. Теология, как и политика, это командный вид спорта. Даже Иисус Христос имел как минимум первых 13 апостолов. Мы это понимаем, да, и потом церковь строилась как структура. Это не просто заявление Филарет, это заявление части элиты, части клира, которая за ним стоит, в том числе зарубежных приходов. Которые понимают, что разводняк получился. Зачем это надо было Порошенко, мы понимаем, да. Кто там кого в результате этого пакта Порошенко в Рафаломе кинул, скоро, наверное, узнаем. Знаете, рукописи не горят, и все тайное рано или поздно становится явным. И то, что Киевский патриархат не ликвидирован, это мы тоже недавно убедились. Потому что ликвидирован может быть только по решению собора. Этого решения нет, поэтому когда говорят, что Киевского патриархата нет, ну, де юре это неправда. Что означают заявления Филарета? Заявление Филарета означает, что Томос юридически уже ничтожен. Одним из условий получения Томоса была ликвидация этих двух структур, УАПЦ и УПЦКП. Что мы получаем? Мы откатываем ситуацию приблизительно на лето 2018 года. Я теперь представляю, как в июле месяце или в июне вызовут Варфоломея в УЗДП и там прописочат по полной катушке. Представьте, в это время, когда идет тяжелейший процесс признания ССУ. Там проводятся переговоры с болгарами, с румынами, с греками, с грузинами. И тут такая новость с разводным ключом по голове. Теперь в Даниловом монастыре в резиденции Кириллов так сидят и говорят, мы же предупреждали, что это не вменяшки, ребята. Ну, посмотрите на суть. С кем встречается Ануфрий и с кем встречается Епифания. Знаете, можно же написать кучу бумаг, но если эта бумага не имеет веса, она рано или поздно будет нивелирована. К этому ситуацию мы откатили как бы на год назад, а теперь государственным деятелям Украины предстоит разребать вот эту всю, знаете, Рошен-стайл, вот этот весь. Потому что проблематика единой поместной церкви, она, а, должна быть отделена от политики, б, отделена от государств, и вы этим должны заниматься государственники очень аккуратно. Потому что церковь, знаете, это корабль, который вне времени, вне государства, там, и вне политики. Это одна из самых больших претензий, наверное, которые может быть к Порошенко, что он, ну, создал такую проблему. Помните, какой в обществе был напряг? Ну, конечно. Какие шли дискуссии, мать, а теперь вот смотрю ток-шоу, пойдете, пропали прав работы, смотрю ток-шоу, все говорят, а давайте к этому вопросу подходить спокойно. Ребята, а где же такие умные были буквально в октябре 2018 года, когда я мальчал, ребята, ну будет же, так не будет, как вы думаете, нет томоса, нет патриархии, не будет. Руфоломей, она никуда не тарабанела, у него другие задачи. Это мы очень надеемся, что, как бы, придет государственный деятель, который установит не просто теологический мир в Украине и христианский, а который сможет решить эту задачу, но решить в интересах Украины, и так, чтобы мы не были в православном мире изгоями. Что же касается внешнего вектора туда, то, скорее всего, пока что раскол будет продолжаться. Руслан, спасибо, что вы напомнили, что вот мы все-таки не упустили такую важную тему. Вам спасибо, что до всегда даете возможность высказаться. Спасибо, Руслан.